Привет друзья! Бывает ли у вас такое, что не хватает вдохновения для новых видеороликов на YouTube? Или вы ищете идеи, для своего самого первого видео, на YouTube канале? Мы подобрали для вас, обширный список идей, в качестве вдохновения для создания новых видеороликов. В этой серии видеороликов, которая состоит из шести частей, мы подскажем вам почти 200, различных идей для вашего вдохновения. Итак, часть вторая. Идея номер 26. Поездка на природу. Если вы отправляетесь в поездку или в поход, создайте видео для YouTube, чтобы запечатлеть свое приключение. Идея номер 27. Столкнитесь лицом к лицу со своим страхом, и снимите его на видео. Если у вас есть большой страх, вы можете создать видео на YouTube, где вы столкнетесь с этим страхом. Например, вы боитесь высоты, воды, собак или пауков. Из него может получиться вдохновляющее видео, или просто смешное. Идея номер 28. Покажите ваше умение или талант. Если у вас есть крутые или уникальные навыки или талант, сделайте видео на YouTube, чтобы продемонстрировать это. Идея номер 29. Снимите ролик о вашей коллекции. Если вам нравится коллекционировать что-то вроде кроссовок, часов, или даже магнитов на холодильник, покажите всю свою коллекцию в этом видео. Идея номер 30. Ложь, которую вы сказали. Вы когда-нибудь лгали, чтобы избавиться от чего-то плохого, что вы сделали, или чтобы не задеть чьи-то чувства и что после этого случилось. Идея номер 31. Случай, когда вы что-то украли. Вы когда-нибудь что-то крали. Что вы украли, и почему? Вас поймали. Расскажите об этом свою историю. Идея номер 32. Расскажите о времени, когда вас посадили в тюрьму или ограничили вашу свободу. Вы когда-нибудь делали что-то плохое и получали за это наказание? Расскажите, что вы такого натворили. Идея номер 33. Самый лучший или худший подарок, который вы получали. Расскажите о том, какой подарок вы когда-либо получали лучше всего, а какой был самым худшим. Идея номер 34. Ваш самый неловкий момент в жизни. У каждого есть свой момент, когда он полностью смутился. Какой момент для вас был самый смущающий? Идея номер 35. Ваш домашний питомец. Если у вас есть домашнее животное, у вас, вероятно, есть много историй, которыми вы можете поделиться. Как это получилось и почему? Что делает ваш питомец? Что из этого вам нравится или не нравится? Идея номер 36. Безумная история путешествий. В путешествии всегда есть что испытать. Что было самым безумным или странным, что случилось с вами во время путешествия. Идея номер 37. Что-то интересное или необычное, что вы сделали со своим другом, братом или сестрой. У вас есть хорошая история о том, что вы сделали с одним из своих друзей или братьев и сестер. Что же случилось? Идея номер 38. Рассказ о вашем хобби. Если у вас есть хобби, которым вы вовлечены, вы можете поделиться некоторыми историями об этом со своими зрителями. Как вы начали заниматься этим хобби? Идея номер 39. Ваше самое большое достижение. Какое ваше самое большое достижение в жизни на данный момент? Закончили среднюю школу или поступили в хороший колледж? Получили работу своей мечты или путешествуете по миру? Идея номер 40. Ваша самая большая неудача. Расскажите о своем самом большом провале. Вы провалили важный экзамен или пропустили важный гол в футболе. Идея номер 41. Ваше любимое детское воспоминание. У всех нас остались хорошие воспоминания из детства. Расскажите об этом своим зрителям. Идея номер 42. Печальная история любви. У вас есть печальная история любви. Может быть, ваш партнер изменил вам или у вас был плохой разрыв с бывшим. Идея номер 43. Счастливая история любви. Ваш партнер приготовил для вас романтический сюрприз. Он или она сделал что-то действительно хорошее на ваш день рождения или годовщину. Идея номер 44. Вы попробовали что-то новое. Расскажите историю о том, когда вы пробовали что-то новое, и о своем опыте. Это может быть спорт, хобби или еда, которую вы раньше не пробовали. Идея номер 45. Как вы завели нового или потеряли старого друга. Расскажите историю о том, как вы начали или закончили вашу дружбу. Идея номер 46. Братский тег. Составьте список из 10 вопросов о своих братьях и сестрах и ответьте на них на видео вместе со своими братьями и сестрами. Или, если у вас нет братьев и сестер, вы также можете ответить на эти вопросы с друзьями. Например, кто старше. Что вам нравится или не нравится в вашем брате или сестре. Какая у них самая большая мечта или кошмар. Если бы вам пришлось описать своего брата или сестру одним словом, какое бы это было слово. Идея номер 47. Теги. Составьте список забавных вопросов о фактах, историях или воспоминаниях и ответьте на них в одиночку или с кем-то еще, чтобы создать теговые видео. Идея номер 48. Представьте своих друзей или семью. Если ваши друзья и семья иногда появляются в ваших видео, но вы никогда не представляли их своим подписчикам, это может стать отличным видео на YouTube. Идея номер 49. Как вы встретили своих друзей. Поговорите с другом о том, как вы познакомились. Где вы познакомились и каково было ваше первое впечатление. Идея номер 50. Викторина. Создайте викторину, в которую вы можете сыграть с другом или членом вашей семьи. Вы можете задавать друг другу личные вопросы, чтобы узнать, насколько хорошо вы знаете друг друга. Идея номер 51. Сделайте челлендж. Вызовы на YouTube очень популярны, и они становятся еще более увлекательными, если вы выполняете их с другом или членом вашей семьи. Идея номер 52. Бест Икс. Создайте лучший продукт или войдите в пятерку лучших по теме, связанной с вашим каналом YouTube. Ваша любимая камера, марка протеинового порошка, обувь, кисть для макияжа, игра и т.д. Идея номер 53. Что мне нравится в Икс. Создайте на YouTube видео о том, что вам нравится в чем-то или в ком-то. Это может быть ваша машина, квартира, спорт, которым вы занимаетесь, друзья или семья и т.д. Идея номер 54. Раздражающие вещи в Икс. Вместо того, чтобы снимать видео о том, что вам нравится в чем-то или в ком-то. Сделайте обратное и создайте на YouTube видео о том, что вас что-то раздражает. Может быть, вам не нравится ваша нынешняя квартира из-за шума соседей, или потому, что она слишком мала, или потому, что она находится в плохом районе. Идея номер 55. Любимая книга. Какая ваша любимая книга и почему? Зачем кому-то еще читать эту книгу? Идея номер 56. Любимые песни, альбом или исполнитель. Создайте на YouTube видео о ваших любимых песнях, песнях для автомобиля или о ваших любимых песнях для тренировок. Вы также можете рассказать о своем любимом исполнителе или альбоме. Идея номер 57. Лучшие фильмы. Какие любимые фильмы вы недавно смотрели? Какие ваши самые любимые? Идея номер 58. Любимые телешоу. Какие ваши любимые телешоу сейчас или за все время? Сериалы, в которых нельзя было удержаться от просмотра всего сезона за один день. Научно-популярные телешоу, такие как игры и викторины, могут стать отличными идеями для видео на YouTube. Идея номер 59. Любимые видео на YouTube или ютуберы. Если вы создаете видео на YouTube, вы, вероятно, также смотрите видео других пользователей YouTube. Делитесь своими любимыми видео со своими подписчиками или любыми другими пользователями YouTube, которые вам нравятся. Идея номер 60. Ваша любимая игра. Какая у вас любимая видеоигра? Был ли это покемон, когда вы были ребенком, или вам нравится Fortnite? Вы также можете включить настольные или карточные игры. Конец, второй, части. Спасибо вам, друзья, за просмотр этого видео. Нам очень интересно ваше мнение об озвученных нами идеях. Напишите в комментариях, что вам понравилось, а что показалось полным бредом по вашему мнению. Если видео вам понравилось и вы нашли интересную для себя идею, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следующая часть серии «200 идей для вашего YouTube-канала» находится в ссылочке под описанием.